Усадьба Попова – единственное помещичье и замковое сооружение в Запорожской области. Все, что осталось от него сегодня – это смотровая башня, несколько флигелей и конюшня. Последняя оказалась в центре внимания. Еще в 2015 году здесь обнаружили подземелья. На сегодняшний день мы по заданию НДИ памятника охраны и дослежения проводим работы и по расчистке подвалов для шуфовки. И таким образом уже выявлено две комнаты, предположительно здесь четыре комнаты. Расчистить эту комнату удалось силами волонтеров. На первый взгляд ничего примечательного. Вместе с директором музея Валерием Стойчевым спускаемся на глубину четырех метров. Здесь находим то, что в 18-19 годах прошлого века в результате обстрелов было засыпано землей. Остатки металлические – это или оградки, или это решетки. Очень много по толщине земли оно загнило. Здесь, кстати, вот видите, здесь был огонь, потому что очень много по периметру сажи. Очевидно, что это произошло мгновенно. То есть обрушение, потому что здесь выявляются остатки снижших полов. То есть это говорит о том, что здесь, в принципе, были деревянные полы и перекрытия. Характерные своды, массивная кирпичная кладка и двойная вентиляция. Все это говорит о том, что комнаты подземелья предположительно служили погребом. Но есть и другая находка. Это кости животных, а именно собак и лошади. Как они оказались здесь, остается загадкой. Кости собак в скором времени планируют передать на экспертизу. Мы не можем сейчас выяснить причину ее смерти. Но, тем не менее, мы можем предположить, если наученые могут рассказать нам, какой породой была собака. Останки лошади из подземелья идентифицировали и подняли. Рядом с ними была обнаружена чугунная паилка. При помощи этой находки Валерий Стойчев строит новые догадки. Самое интересное, она была прибита к стенке подвала. Вот это вот у нас вело немножко смятение, потому что предполагалось, что лошадь могла провалиться. А тут такое подозрение, что лошадь спасали от обстрелов. То есть она находилась в помещении вместе с собаками. В подземелье замка подарили и другие находки. Одна из них – так называемый маузеровский штык-нож. Это немецкий, австрийский, как он назывался. Тот образца седьмого года он находился на вооружении российских войск. У унтер-офицеров, у кавалеристов. Как ложка и вилка у солдат. Такие присосновления, которые в войне при бою применялись для защиты и нападения. Еще одно найденное в подземельях оружие уже передали на экспертизу. Так выглядит бебут – кинжал, который был на вооружении кубанских казаков и пулеметных род армии Российской империи. В будущем он вместе с другими экспонатами будет представлен в музейной коллекции. Ее планируют разместить в отреставрированных комнатах подземелья. Мария Маракилян, Константин Грушко, ТВ5.